Добрый вечер! Мы заметили, скоро весна, и на улицах наших кварталов уже можно заметить большое радостное оживление. Дети идут в школу переодетые, каждый в другой маске или необычном наряде. Звуки детской пиротехники хорошо слышны вокруг. Как вы понимаете, это означает, что через несколько дней наступит праздник Пурим. Большой праздник. В этот день все бегут в синагогу, слушая чтение Мегелат и Стер. Дети туда приходят с трещотками. В этот день дают пожертвования бедным. Носится шалахмуны с подарками друзьям и соседям. И, как известно, устраивают трапезу. А на этой трапезе уже непросто. В этот день непьющим евреям повелевается выпить побольше обычного. Это Пурим. Вот так мы Пурим и воспринимаем. Как? Ре-де-Жанейра. Карнавал. Праздник для детей и дядь, которые могут раз в году спокойно напиться. Ну, чтобы у нас тоже праздник был. Надо же хоть один раз погулять, как положено. Пурим. А откуда этот праздник появился? Так, открываем Тору, листаем. Нет Пурима. Там нет никаких прямых указаний. Так откуда же он? Этот праздник установили нам мудрецы. Они установили в память о чудесном спасении еврейского народа от попытки его полного уничтожения. А что конкретно произошло? Все события изложены в одном свитке. Его называют свиток Эстер. На языке Тори Мегилат Эстер. Мегилат Эстер. И давайте сразу окунемся поглубже. Что означает это название? У нас всегда в названиях что-то зарыто. Слово Эстер созвучно имеет тот же корень со словом Эстер. Скрытие. То есть тут что-то скрыто. С другой стороны, вначале стоит слово Мегилат. На языке Тори от слова Легилот. Раскрыть. Для этого собрать теперь все вместе. Получится раскрытие скрытого. О, вот это да. Там что-то зарыто. В этой Мегиле что-то есть. Значит, скорее всего, мы тут что-то недопонимаем. И нам придется в этом разобраться. Кстати, а вы знакомы с содержанием Мегилы? Вы знаете, но я вам чуть напомню. Я быстренько так и содержание Мегилы перескажу в нескольких словах. По-детски. Только единственное, что не удивляетесь, если часть вам услышана, в самом Мегиле в явно форме не написана. Я пользуюсь комментариями мудрецов. Итак, Святый Гастер. Если прочтем по-простому, то все выглядит как банальная история. И начинается как в любом другом эпосе народов мира, который описывает в такой полусказочной форме события придворных интриг. Итак, жил-был царь. Его звали Ахашвирош. И он был такой, знаете, дурачок. Ну, как все цари из сказок советских времен. Эх, болванчик. Так вот, этот болванчик владел не более, не менее, как в 127 странах. Практически правил всем миром. До этого он не был царем. Он был конюхом. Он был конюхом при предыдущем царе. При том царе, которого охранники, которого охраняли, они уже и прибили. Прикончили. Так они и выбрали конюха быть царем. К тому же он удачно женился на внучке царя Набухатанессера. Так что даже их узбыл. Но все-таки у него был такой, знаете, комплекс неполноценностей по этому вопросу. Эх, конюх. Но с другой стороны, он все-таки был цар. Я цар, еще какой цар? В 127 странах это немало. Так вот, он решил, что его царство не надо утвердить. Надо, чтобы все жители царства его уважали по-настоящему. И вот он решил, что такому царю, как он, нужен соответствующий трон. Ну, хотя бы такой, как был у царя Соломона. Отдал указ, начали искать специалистов, и они нашлись. Правда, не в Вавилоне, а подальше, в Эламе. В таком маленьком городке Шушан, по-русски Сузы. Умельцы получили заказ, начали кресло сооружать, делали-делали. Сделали в конечном итоге, а в конце... Знаете, иногда бывает, что... Пошли в магазин и купили им холодильник такой, побольше. Притащили его домой, а он в дверь не проходит. Так и там. Трон соорудили, но невозможно было его перевезти. И что же тогда решает царь? Если трон не идет к царю, то цар пойдет к трону. И решает перенести столицу и место своего пребывания в Шушан. А там случайно уже живут все действующие лица. И вот царь уселся на трон и решил это дело отпраздновать. И не просто так. И он же хотел задобрить все их. Царь решил закатить пир царский. Не как у нас, с трудом три часа можем выдержать. А как положено, 180 дней. Слыши, 180 дней пировать. Царь пригласил всех, включая евреев. Честно, что евреи тут же откликнулись. Но среди них был один старец. Его звали Мардыхай. Он, можно сказать, религиозный фанат. Стал их запугивать. Евреи, не ходите туда, нам нельзя. Но мы же евреи. Но евреи его предупреждение, увы, не хотели слышать. Они оправдывались, ничего себе, что мы не пойдем. Нас пригласили, мы не пойдем. Царь обидится. Иди знать, что будет еще после этого. Все худше будет, если не пойдем. Естественно, что они его не послушались и пошли. Тем временем приготовили гигантский пир. Мужчины у царя, женщины у царицы. Все были жутко довольны. Особенно евреи. И пир превзошел все их неожидания. Столы ломились кошерными блюдами. Бодаться да хрели. Их никто не заставлял, есть не кошерные. Наоборот, позаботились, привезли самого лучшего мажгеха. Все было на высшем классе. Тип-то. Подали даже блюда из храма. Вина кошерная. Развлечения кошерные. Фильмы со штампом кошер. Все, все как положено. Они там сидели, наслаждались и смеялись над Бардыхаем. Послушали бы его, я не знаю, что бы тут было. А тут все как положено. Видите, культурное мероприятие. А он им издалека, вы еще получите. А они, говорю, не каркай. Все нормально. Видите, все нормально. Ну, а тем временем пир продолжается. И как-то и следовало ожидать, когда мужики напились, то, услышав женские голоса, начали такой оживленный мужской разговор ценителей женской красоты. Одни говорили, что самые красивые медианки. Другие спаривали, что вы понимаете, это персиянки. А царь сидел такой, пока и он не выдержан. Говорит, что вы говорите? Вы не в курсе. Хотите посмотреть на настоящую красавицу? Это моя. Моя жена, ваш ты. Естественно, что все мужики тут же заорали. Конечно, хотим. Еще как хотим. Но ты же сам понимаешь, как положено, что можно было все разглядеть. В одной короне. А как же? Без проблем. И тут же погнал гонцов на женскую половину с приглашением царицы явиться в одной короне. Но. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Царица оказалась структивой. Можно даже сказать, скромной вдруг стала. И наотрез отказалась к ясному приглашению. Почему? Тут надо объяснить чуть-чуть. На самом деле, она с радостью показала бы все, что у нее есть. Тем более, что было что показать. Но у нее именно в этот день выскочили, знаете, такие пятна и прыщи по всему телу. По одному изменению даже хвост рос. И вот в таком виде показаться, естественно, что было стыдно. И она не хотела. И ее такая досада взяла, что она послала царю резкий ответ. И там намекнула чуть-чуть на его происхождение. Мол, мой дедушка напивался как конь. И ничего, а ты как конюхом был. Ну-ну. Теперь пришла очередь царя получить степный припадок. Царь пришел в бешенство. Я? Кто? Я? Я царь. Как посмела. Выдра. Опозорила при всех. Кровь скипела. И продолжала кипеть, кипеть, кипеть. Но. Царь понимал, что не все так просто. Дилемма. В принципе, надо ее укокошить на месте. Про это речи нет. Иначе все засмеются. А с другой стороны. Э. Она все-таки из старской породы. Борзая. К тому же жутко красивая. Ну, так что же делать? Так. Одна хорошо, а всем лучше. И обратился он к своим советникам. Они стали думать о чем. Что хочет царь. И чувствуя, куда дует ветер. Стали готовить такое творческое решение. И тут совершенно неожиданно. Посередине всего прыгнул последний в списке советник под именем Мемуха. Впоследствии мы узнаем, что имя его Аман. Так вот этот Аман, он раньше был парикмахером. Но тот же как-то удачно продвинулся, женился хорошо. И стал советником. Так он вот ни с кого сего всунулся. И дал дельный совет. Сказал так. Пусть царь сам решается. Более того, надо дать царю полные полномочия. Все-таки это между царем и царицей. Но царь должен учесть. Что это касается не только царя, но и всех нас. Дело не шуточное. Ведь жены-то теперь перестанут слушаться своих мужей по всему царству. А у него самого была жена. Ее звали Зерыш, персиянка. Которая его не слушала с ним. И он не на шутку перепугался. Кроме того, он еще лелеял мечту, что если вакантная должность царицы освободится, то туда можно будет продвинуть свою дочь. Я не знаю, может подойдет и знатек знатый богатый будет. И стал он играть на мужских чувствах. Все! Теперь жены сядут на голову мужьям. Феминизм начнется. Измены. Тут советики встрепенули. Что? Чего? Какие измены? Вспомнили своих жен. И тут же согласились. Ни в коем случае. Такого простить нельзя. Заодно и подзадорили самого царя. Не, не, не прощу. И все. И если простить нельзя, то решили, решили, то сделали. И царицы прикончили. И гнев царя утих. И жизнь в царстве снова шла в рути. Ну, теперь живут, 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 живут. Так проходит время. Ой, ведь царь заскучал. Нет царицы. Плохое настроение началось. А вокруг него пацаны, которые обслуживают. И они ему подсказали. То есть подсказали, чтобы они, в принципе, сами бы захотели. Царь, надо устроить конкурс красоты. И найти самую такую, самую крутую. Мисс Юниворс. Она и станет царицей. Важно только, чтобы она знатная и не строптива. Одну же хватило. Ну, царю понравилась идея. Отличная идея. Ну, и тут же погнали гонцов во все концы царства искать красавицу. Искали, искали. Долго искали. И, как то бывает, клад находится под носом. Там же, в Шашане, жила девушка. Ее звали Адаса. Ей, как у евреев Галутии, было принято, дали нееврейское имя. Эстер. Это было древнеперсидское имя. Она была сирота. И жила у своего дяди, главы Сан-Идрина, великого мудреца Мурдыхая. Того самого, которого не послушались во время пира. Эстер была скромна. И в голову ей не приходило искать приключений во дворце у царя. Но после того, как 4 года искали красавиц, и никак не могли найти подходящий, то под угрозой смерти пришлось ей показаться. И несмотря на то, что ей было за 40, ее упекли во дворец наложницей под приспосров яблок. А там уже было много претендентов. Их там готовили, окунали во всякие духи и пряности, в ваннах месяцами сидели, мякар делали, ну, чтобы пахли хорошо. И кожда была гладкая такая, знаете, чтобы царя не поцарапали. И вот пришла очередь эстер идти на пробу к Ахашварушу. Она не хотела. Как-то полагается любой скромной девушке. Пришлось ее насильно поволочь к развратнику в постель. И вот дальше произошло невероятно. Именно она жутко понравилась царю. Пришло утро. Он их бац, корону на голову. Будешь царицей. Но только скажи, дорогая, кто ты? А она молчит. Мурдыхай запретил раскрывать эту тайну, что она еврейка. Более того, что она из рода иудейских царей. А царь выпитывает. А она ни в какую. Молчит. Нет, и все. Не знаю. Что делает царь? Ему подали соблюд. Ах так. Закати новый конкурс. У нее сразу рот откроется, испугается. Сказано, сделано. И все снова ожили. Гонцы разбежались. Горемы снова заполнились. Прошлись на одну ночь у Ахашвароша. Но никто ему так и не понравилось, как эстер. И тогда он устроил свадьбу. И воцарилась эстер на своем кресле. И дело в царстве пошли рутинно. И вот в один прекрасный день. Два прислуг царя. Ебнухи. Бектан и Тереш. По непонятным причинам решили устроить царю темную. То есть его отравить. Стали они вести между собой переговоры. Как? Что? Когда? И говорили они на своем языке. На редком языке. Случайно. Совсем случайно. Недалеко находился Мурдыхай. А он, как член Санедрина, он случайно знал 70 языков. И он, естественно, понял, о чем они говорят. Да, хотят устроить заговор. Тут же Мурдыхай связывается с эстер. Та передает от имени Мурдыхая царю Ахашварошу. Мол, так и так. Дело проверили. Выяснили правду. Заговорщиков повесили. И все это записали в книгу летописи царя Ахашвароша. И вот после всего этого сказано, что царь возрастил Амана. Того самого, который дал совет прикончить в Ашти. Сколько был Аман? Аман был из рода Амалекитян. Первых антисемитов в мире. Это тот самый народ, который услышал, что кто-то утверждал, что Бог с ним. И тут же полез с ними воевать. И с тех пор война с Амалеком из поколения в поколение. Но это не наша тема. Так вот Аман из рода Амалека, будучи главным подхалимом, стал любимцем царя. Практически человеком номер два во всем царстве. Все ему должны были поклоняться. И вот однажды он идет, все тут же стелькой лежатся перед ним. И вдруг он не верит своим глазам. Один стоит. Кто это? Он говорит, это Мартыхаев иудит. А он стоит и не преклоняется. Говорит, ты чего? А он отвечает, я еврей, мне нельзя поклоняться идолам. А, вот как, подумал Аман. Прикончил. Только секундочку. А, еврей? А, так. Чего же я его одного прикончил? Мелко. Лучше всех. Наконец-то смогу свести счеты со всеми евреями. И так постепенно-постепенно у него вырослся в его голове гениальный план окончательного решения еврейского вопроса. Прикончить надо всех до одного. План ясен. Осталось только выбрать, когда. Аман не мог решить, какая дата получит. И решил это установить случайным путем. Как? Жребий. В скобках замечу, что жребий на древнеперсидском это пур. Поэтому, почему-то весь праздник называется пурим. От слова пур, жребий. И так, Аман выкинул жребий. И оказалось, что лучшее подходящее время прикончить евреев в месяце Адар. Это весенний месяц еврейский. А они находились в месяце Нисане. То есть, получается, что это практически через год. Чуть меньше. Ну, решение принято. Время установлено. Осталось только печать царя. Он бежит к царю. Царь. А, царь, знаешь, есть тут среди нас один народ. И хороший такой. Они разбросаны везде. Сами разрознены. Но ты не представляешь. Они считают себя избранным народом. Представляешь? Пф, гады. Но это сильно оскорбляет достоинство других народов. К тому же они народ жестокий. Их религия совсем другая, не как у всех. В общей человеческой точке зрения, преступные морально. Исследовать ею могут только законченные негодяи-преступники. По секрету скажу. Они хотят все испортить, развратить, ограбить, поработить, истребить все человечество. Говорят, да? У-у-у. Поэтому лучше раньше, чем позже. Бей жидов, спасай, Хашвароша. Ну, к тому же их легко прикончить. А? Стоит? А, великий царь. Я тебе еще и заплачу за них, за убыток царской казни, а то уменьшение налогов. Ведь за них некому будет платить. А? Согласен? Что за вопрос, Аман? Вот тебе моя печать. Займись с делом. Кстати, замечу, что за всю историю только было два случая, когда пытались уничтожить весь еврейский народ. Первое, это событие Пуллима. Второе, как известно всем, Гитлером на Сейской Германии. Но после этого Аман не терял ни минуты времени. И тут же настрачил и отправил царские указания во все страны. Тринадцатого дара всех жидов прикончить. То одного. И мужество изъять. И несмотря на секретность, евреи это узнали и заплакали. Все, пропали. Что с нами будет? И все из-за Мордыхая. Если бы поклонялся, ничего бы не было. А сам Мордыхай, услышав о надвигающейся несчастье, разворвал на себе одежду и как-то принято по обычаю посыпал голову пеплом. Ну, селся перед царскими воротами. И тут же слуги донесли до стер, что что-то неукновенно происходит с Мордыхаем. Она узнала, чуть не потеряла сознание, тут же послала одежду ему приодеться. Но Мордыхай отказался и передал с гонцами ей все подробности царского указа и повелел срочно идти просить за своих братьев. Ответила ему эстер, ну это невозможно. Последнее время у царя депрессняк. Депрессняк. Сидит злой такой. Кто только появится без разрешения, тут сразу убивает. Кошмар. Ответила им Мордыхай. Не думай, что ты можешь спрятаться в царском доме. И там тебя постигнет та же участь, как и всех остальных. И иди знай. Может именно по этой причине удостоилась ты царствования, чтобы спасти свой народ. Нельзя медлить, иди сейчас. Эстер тут же принимает слова Мордыхая и посылает ему послание. Собери всех евреев и устройте трехдневных пост. И я буду поститься, и мои служанки. И только после этого я пойду к царю. И что будет, будет. Пропаду, так пропаду. И вот, на третий день поста, в полном изневожении, и не в самой, скажем, лучшей женской форме, она пристает перед царем. Царь тупо так, знаете, смотрит в одну точку. Вдруг замечает, что Эстер стоит. Пшу, думай. Вождей звал, не хотела прийти. А это сама ловится, в бью. Но тут, рассказывает Медраж, спустился ангел с него и чуть приподнял ее голову. Знаете, так вытянул. У нее появился такой особый хэм, особая милость, которая предрасполагала любого человека. И вообще такой необыкновенный вид чем-то его привлек. Человек чувствовал, что это тут не то. Если появилось, подвергаясь ей опасности, значит, это ей очень-очень нужно. И тогда он подал ей царский жезл. Это была единственная возможность избежать смерти. Ну, что тебе, царица? А та ему неожиданно. Ой, я вижу, царь скучается. А может быть, царь придет ко мне на вечеринку, хорошую компанию позовем. Амана. Вино у меня отличное есть. Посиди. Заинтригованный. Ахаш Ворос, знаете, раскрыл глаза пошире. Сразу согласился. Что-то непонятно, что-то она темнит. Ну, к вечеру он пришел к себе. Ну, вечеринка-то и вечеринка. Быстро, давайте, Амана пригласить. А ну, поторопите его. Когда собрались втроем, ну, выпили, спросил он Эстер, ну, что тебе, царица? В чем просьба твоя? Хоть полцарства? А? Ответила она ему, если царю угодно, то можете ли вы вдвоем снова прийти и на завтра на вечеринку? Говорит, на завтра? Ага, еще раз? Угу. В полном недоумении царь согласился. И совсем задумался. Да, действительно, что-то она мудрит. По-видимому, чего-то большого-большого очень хочет попросить. А Эстер? А Эстер? Эстер не видела никакого признака свыше. Что-то изменилось, поэтому и не могла попросить. Она решила отложить эту просьбу. А Аман? А Аман вышел с вечеринки такой очень-очень-очень доволен. Он сам и сам. И даже царица его ценит больше всех. И вот он так выходит, идет, идет. Напоролся на мордыхая. Сидит в мешке, с пеплом на голове. Естественно, что не встает и не кланится. Все. И рыбал Аман. Прикончил это уже. Не могу ждать до весны. Не могу, не могу, не могу. Во в таком состоянии, он такой вешеный Аман, приходит домой. Созвал всех своих друзей. Жену. И начал хвастаться. Вы не знаете, какую почесть мне оказали. Я сейчас только иду с вечеринки. Вино пили на троих. Я, царь и царица. И думаете, это все? Я и на завтра приглашу. Только я. И богатство у меня есть. И власть. И все кланяются мне. Но то, что я перечистил, мне вообще не в радость никакую. Не горесть надо в душе, пока я вижу вот этого одного жида, который сидит у входа и не кланяется мне. Хоть умри. И тут друзья с женой и Зерыш как-то подсказали. Говорят, ну не горю я, Маш. Чего ты расстраиваешься? Лучше построи виселицу. И не откладывай дело. Повесь в мордыхай завтра утром, чтобы пойти на вечеринку уже в нормальном, хорошем настроении. Ты чё? А мам встрепенулся. О, отличная идея. И тут же побежал сооружать конструкцию. Отсюда и дальше все события начинают развиваться необычным образом. В ту ночь никто не спал. Эстер готовила вечеринку с вином. Мордыхай молился. А мам был занят строительством виселицы. И только Хашвироши поначалу заснул. Заснул. Но ему приснился сон. Точнее, кошмар. Ему приснилось, что Аман хочет его убить и гониться за ним. Вот так он и проснулся в таком мокром поту. Как проснулся он, но мысли побежали и стали нажать одну на другую. А чё она снова пригласила Амана? Вообще, чё она хочет? В ней вроде всё есть. Я недавно в последней марке Мерседес купил и новый Ягор. Заодно и норковую шутку. Ей лично ничего не надо. Значит, она не для себя. А за кого она может быть? Она выросла в доме Мордыхая. Наверняка она хочет попросить. И тут, что вы знали, была одна вещь, которой больше всего он боялся, что могут попросить. Я не буду это объяснять. Это вещь более глубокая. Самое страшное у него было о том, что могут попросить отстроить еврейский храм в Иерусалиме. И вот этого он приходил в полный ужас. Не дай бог, могут попросить. И тут Ахашварош вдруг начинает понимать. Так, наверняка что-то хотят для Мордыхая попросить. Заодно и пригласила Амана. По-видимому, он его друг. Так, скорее всего скажут, что у него есть какие-то заслуги передо мной. Ай, какие заслуги у него. Так, прислуга. А ну, откройте книгу летописи. Ну, нажмите серф. Посмотрите, что хорошего сделал мне Мордыхай. Ну, быстренько. Надеюсь, вы поняли. Он хотел заранее знать, если какая-то заслуга, чтобы когда попросил, сказать, что это, наверное, не такая большая заслуга была. И вообще, свое он уже получил. И тут слуги нашли. Да? Мордыхай спас. Самого царя от заговора. Вау. Так я и думал. Ну и что ему за это отплатили? Не говорят, ничего. Вау. Точно как я думал. И царь застыл от предчувствия. Вай, вай, вай. Чуть только они теперь не попросят. И тут посередине мысли ему докладывают, что пришел Аман. Он только закончил строй действий суда Мордыхай и хотел попросить разрешения его повесить. Так. А, Аман. Заходи. И прежде чем Аман успел раскрыть рот, Ахашвирос просил его, скажи, Вот что ты думаешь? А что сделать с человеком, которому царь желает воздать почесть? Естественно, что он имел в виду Мордыхая. А Аман, который еще не проветрился от уфора и вчерашней вечеринки, и подумал, о ком ему может еще идти речь, кровь и бедя. И тут же выпалил все, о чем я и мечтал. Фу, такого надо одеть царскую одежду и корону, корону, корону царскую на голову поставить. И провести его на царском коне по городу и кричать. Так делают человеку, которого царь желает одобрить. Так делают человеку. А, Ах так, отличная идея. Царь улыбнулся. И тут же повелел Аману самому переодеть своего друга Мордыхая и провести по всему городу. Ха-ха-ха, я вас раскусил. Ведь теперь, когда царь попросит за Мордыхая, подпрыгнул, что, мол, вознаграждение не получил. А я ей раз, сегодня утром уже отплатил. Хе-хе, оделся мелко молитой. Ха-ха-ха. А Аман, Аман, Аман. Пришел в шоковое состояние. Сначала побледнел, потом позеленел. Потом тихо-тихо-тихо вышел. Идет, 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 идет. И вдруг пи-хе, напоролся прямо снова на Мордыхая. Мордыхая. А, Мордыхая. Послушай, у меня тут тебе интересное предложение. Ты не хочешь переодеться в царскую одежду? Теперь Мордыхая смотрит на него. Говорит, чего? Говорит, ты не хочешь переодеться в царскую одежду? Говорит, нет, я весь грязный. Говорит, ну помойся. Говорит, не могу, сил нет, голодай. Делать нечего, пришлось Аману самому мыть Мордыхая, а потом надевает царскую одежду, даже пришлось нагнуться и стать такой, знаете, ступенькой, чтобы Мордыхой смог залезть на коня. И после этого повел Аман, поникший головой его по улице, и стал бубнить себе под нож. Вот так дар делает тому, кого хочет отблагодарить, сюда хочет отблагодарить. А весь город собрался и смотрит, глаза протирает, не верит своим глазам. А дочь Амана увидел издалека эту процессию. Проворно поднялась на крышу дома со свежими помоями. И не разобравшись, бац, и выплеснул на своего папу. И вот в таком виде, в конечном итоге, Аман появился в доме. Ах, немая сцена, унижение. Ай-яй-яй-яй-яй. Ночью сойти каються. Только он успел отмыться и стал рассказывать своим друзьям и жене, что с ним случилось. Он говорит, вы не представляете, что со мной случайно случилось? Встречения обстоятельств. Вот, смотрите, как все обернулось. А друзья и жена, услышав такие новости, они тут же на месте поумнели задним числом. И говорят, ну, ну, слушай, послушай, ты что, забыл? Все время не стоит начинать, я не знаю, чем закончится. И прямо тут посередине ворвали слуги царя и поторопили его на вечеринку. Быстро, быстро, быстро. Пришлось срочно с ними бежать. И вот собрались они в садовые беседки. Заходит вот такой довольный Акашверош, за ним перепуганный, измотанный Аман. И вся в напряжении Эстер. И уселись в педвину. Сидят, выпили, закусились. И царство спрашивает, ну, ну, что тебе царица, ну, что ты хочешь? Хоть полцена, что для тебя. Эстер встает и обращается к царю. Если царю будет угодно, то я хотел бы попросить. Я еврейка. И хочу просить за свой народ. Нас хотят уничтожить от мала до велика. Всех. В один день. Царь столбенел. А потом в неудобение взорвил. Что? Кто посмел? Кто такой? Где он? А Эстер ему, есть один такой человек. Враг он страшный, злодей. Вот он тут сидит. Вот он. Аман. Второй раз за сутки пережил нервный шут. Опешил. И медленно, и медленно, и медленно так от страха стал растворяться в кресле. Как будто бы тут нет. А царь встал во гневе. И чтобы себя как-то успокоить, вышел в сад. Прошелся. Туда сюда. И вдруг видит, что кто-то выдергивает декоративные деревья. Говорит, вы чего? Кто вам сказал? Он говорит, Аман. А, снова Аман. И царь решительными шагами пошел назад в беседку. А там, знаете, в те времена, не сидели как сейчас, а возлегали. Так вот, Эм, Аман, делая последнюю попытку выпросить прощение у Астер, споткнулся и упал прямо на нее. И когда царь вошел, то он лежал прямо на ней. А-а-а, взрывел он. Ты же хочешь обладеть царицей прямо передо мной? Аман потерял, дал речи, а не милая цепенья. Недалеко стояла прислуга. Харвона говорит, знаете, так между прочим. А вон и виселица, которая приготовила Аман для Мордыхая. И царь без гнеги, ах, так, повесить на него Амана. И тут же бросились выполнять приказания царя, и Амана повесили. И гнев царя поутих. Но это еще не все. Дело в том, что царский указ уничтожил всех евреев уже выше. И теперь невозможно его отменить. И даже сам царь не может его отменить. И снова Эстер падает перед Ахашвароша вниз. И выпрашивает у него возможности издания дополнительного указа, дающего возможность евреям обороняться. А царь, он теперь уже пребывает в хорошем расположении духа. Ну, во-первых, ничего не надо было платить. Во-вторых, ничего не надо было отстраивать. Ну, что? Разрешает евреям дать отпор убийцам. Тот самый перстень, который был у Амана. Этот же перстень он передает Мурдыхаю. Пишите, что вы хотите. И так оно и было. Тринадцатого Адара, когда евреев должны были уничтожить, все перевернулось. И вместо повсеместно организованной резни евреев перебили перепуганных айтисемитов. А четырнадцатого Адара произошли столкновение в столице, в Шашан. И когда и там побили ненавистников, то огромная радость спасения захлестнула всех евреев во всем странах царств. Заодно все стали вдруг уважать евреев. Более того, даже захотели стать евреями. Везде открыли Ульпан и Геюра. Ну, ну. И повелел Мурдыха и Эстер праздновать четырнадцатого и пятнадцатого Адара чудо, которое сотворил с ними Творец. Невероятное чудо спасения. Поэтому установили они на все поколения устраивать подобие трав, из-за чего все началось. Помните? Плюс пить вино, как-то было на вечеринке. Дополнительно к этому помогают друг другу то самое единственное, которое они достигли после своего спасения. И все события чудесного спасения евреев и были записаны в свитке Эстер и установлены как праздник Пурим на все поколения. Железер представитель, рассказал вам практически всю Могилу. Вот это Пурим, а? Захватывающая интрига. Как в кино. Ну вот непонятно. Ну спаслись. Ну надо помнить историческое событие. Но делать из этого праздник на тысячелетие? Более того, почему мудрецы говорят, что это самый религиозный праздник? И вообще, при чем тут религия? Бог в свитке Эстер вообще не упомянут. Нет тара, нет митцвод, вообще ничего нет. Что тут происходит? И тем не менее, мы читаем, что говорят мудрецы Торы, в будущем, послушайте только это, в будущем все праздники будут отменены, кроме Пурима. Так, протираем глаза и снова читаем. Все праздники, Песах с Мацой и Седором, Шавот, получение Торы, Сукхот, все будет отменено. А вот Пурим с маскарадом и с вином останется как самый духовный праздник. Вы что-то понимаете? Общите, но это еще не все. Говорят мудрецы, что праздник Йом-Ки-Пури. Йом-Ки-Пури. Слушайте, как он звучит. Ки-Пури. Кто знает иврит, он как Пурим. Он типа Пурим. Йом-Ки-Пури. Самый страшный, грозный праздник. Постимся целый день. В белом, как ангелы. Не вот и на. Оказывается, великий Йом-Ки-Пури, это типа Пурима. Единственное, если можно сравнить. Получается, Пурим это самый религиозный праздник. А мы думали, что это для детей. Вреда Женейра. Только уже настроились на спокойной душой выпить. Ведь и тут-то было, и это и портит. Вот это Пурим. Тут действительно что-то спрятано. Есть какая-то маска. Есть какая-то маска, которую надо приподнять. Для этого, для начала, чуть взглянем на исторический период, который предшествовал с событием Пурима. Это было непростое время для еврейского народа. Всего лишь прошло 67 лет с момента разрушения храма, изгнания всех евреев из Иудеи в Вавилон. Евреи еще помнят пение левитов, жертвоприношения, красоту храма, постоянные чудеса, которые там присутствовали. Их жизнь в прошлом имела особую связь с Богом. Происходили явные чудеса во время выхода из Египта. Да и в каждом поколении присутствие Творца явно ощущалось. Тогда жили пророки. Через них Творец раскрывал свою волю. Кто приходил в храм, мог удостоиться увидеть 10 постоянных чудес. Но, но, из-за прегрешений еврейский народ был наказан. Храм разрушен, евреев убили в Вавилон, влияние пророков ослабло. А главное, ощущение открытого присутствия Творца прошло. Вот тогда-то и начинается новый, совершенно неведомый до этого этап в жизни еврейского народа. И этот этап продолжается до сегодняшнего дня. Начинается эпоха полного скрытия присутствия Бога. Вроде он есть, но себя никак не проявляется. Не так ясно уже, что он требует. И вообще, где он? Спрашивают мудрецы, а где намек на Эстер и события Пуринфтори? И находят его в книге Дворим, в словах Астера Стирпанай. Придет время, когда мое присутствие будет скрыто. И не просто скрыто, а будет скрыто само скрытие. А-а-а, если вы начали забывать, отворачиваться от меня, то я полностью скрою присутствие в этом мире. Скрою. Даже скрытие. А когда нет ощущения божественного присутствия и управления миром, то человек в полной растерянности, и он в сомнении и страхе. Кажется, что все теперь зависит не от Бога, а от воли правителей и царей, от партии и правительства, от природы. И тогда снятие перстня царя стало произведить на евреев больше впечатления, чем запреты тары и постановления мудрецов. Вот тогда-то и происходят события Пурима, которые должны были раскрыть и установить для евреев тогда и на все поколения. Как жить в мире, где реальность Творца скрыта? Как ощутить его присутствие в обыденности и быту? Это основная центральная точка Пурима. И для начала разберем это в общем. Полное скрытие Творца порождает, точнее усиливает две возможности жизни. Одно нам хорошо знакомо. Присмотревшись вокруг, человек приходит к отозначным выводам миром правит случайность. Человек предоставлен самому себе. Будущее скрыто от него. А как жить? Как правильно поступать? Когда-то обращались все к Творцу, шли к Торокам, но уже более 2400 лет Бог скрыл свое явное присутствие. И в такой вот реальности охватывает человека ощущение, что не Творец царит в мире, а мир, управляемый царством случайности. Все вокруг случайно. И все события никак друг с другом не сменны. Все происходит как-то вдруг. Что ни сего. Вот сегодня с человеком что-то случится. Скажем, уволили с работы или приняли на работу. Нашел квартиру тут, а не там. Встретился со знакомым в автобусе. Тут упал, там авария, вдруг выиграл лото. События. Все эти события для нас случайны. То есть без причины. И уж точно никак не соединены между собой. Ведь что-то должно происходить. Ну вот, только что-то и произошло. Ногло бы быть и по-другому. Конечно, человек в основном решает сам в своей жизни все. Но иногда случайность переворачивает все его решения и планы. Человек это понимает. Но все равно даже этот переворот, он как считает, случайным. Но оказывается, в мире есть еще один подход. Противоположный этому. Есть такие верующие. Песатые. Лопухи. Они верят, что в мире все не случайно. Для них все время услышатся какие-то невероятные истории о проведении Творца. Тут Бог помог. Там Он нас спас. Там глаза раскрыл. А про события Пурима вообще говорят, что все, что там описано, каждое событие по отдельности, имело причину. И было целенаправлено. И Творец построил все это, чтобы спасти еврейский народ. Все это слышится странно. Нашему современнику, всезнающему интеллигенту 21 века, все это слышится как бред. Какое вам тут чудесное спасение еврейского народа. Кроме насмешки, это ничего не вызывается. Как мы понимаем? Это была всего лишь цепочка случайных событий, которые так же случайно в конечном итоге привели к удачному результату. Ну, правильно рассуждаем. Мы подошли к очень чувствительной точке наших рассуждений. Как бы это сказать? Вы знаете, есть в мире такие люди, может вы слышали, они в основном живут за Австралией. Так вот, есть люди, которым пол работы не показывают. Спроси, а почему не стоит им показывать? Потому что посередине все непонятно, разрозненно, лишено смысл. А терпения дождаться, конечно, результата, увы, нет. Да и разума собрать все вместе, тоже, увы. Вот и не стоит показывать. Начнут то ли нервничать, то ли подсмеиваться. К примеру, представьте себе, что, скажем, Абраша решил не купить, а заказать себе костюм на пошив. Пошел, купил материал, принес его портному. Абраша было интересно, как шьют? Он это ни разу не видел. И вот он решил бы наблюдать, что тут портной будет делать. Так, портной разложил ткань на столе, начал его мерить, а потом вдруг стал его мелом пачкать. Не совсем чистоплотный, подумал Абраша, но не страшно, почищу. И тут портной совсем рехнулся, достал ложень, и стал резать кромсать дорогой материал. Ты чего, вздревел? Я тебе принял, чтобы ты пошивил. А портной ему говорит, ты знаешь, Абраша, есть люди, которым лучше пол работы не показывать. Вот так порой и с теми, кто живет за Австралией. Находясь посередине пьесы, но у них уже есть свое мнение, находясь посередине разных событий жизни, сразу же им хочется все расшифровать, сделать тут же выводы, что хорошо, что плохо, что верно, что ложно, что принесет пользу, что нет. И все это, не имея терпения, дождаться результата. Хочется быть пророком. Но на жизнь можно посмотреть и по-другому. На жизнь можно посмотреть, мы тут собрались с вами, посмотреть на нее через прорезь пуримской маски. И с Пурима мы учим, что, конечно же, всем правят случайности. Но кто-то всеми этими случайностями очень-очень умело управляет. А если случайно, не случайно, то это меняет все. Поэтому Пурим учит нас, как всматриваться в нашу жизнь. Спрашивайте, как? А ну, судите сами. Все события, которые мы описали в свитке СТР, заняли, вы знаете, сколько они заняли? Девять лет. Девять лет. Когда мы читаем события Пурим за раз, то как-то кажется естественным, что все события связаны друг с другом. Тут причина, тут следствие. Но представьте, как это воспринималось свидетелями происходящих событий. В каждый момент времени происходило какое-то событие. И когда наступало следующее, то предыдущее они уже забывали. Никто вообще ничего не понимал, что происходит. Чего вдруг развратный царь выбирает жену и свою скромную, праведную эстер, как царица? Чего вдруг указ Аман уничтожит всех до одного? Никто не понимал, почему Ордуха никому не поклоняется? Почему эстер приглашает Амана на пирушку? И так мы бы с мамой, с открытым ртом, бы и наблюдали за всеми этими событиями. Каждый из них в отдельности случайно. Ведь ничего не намекало они на закономерность и план. И тем более чудо. Все выглядело, как набор случайных событий. Точно так, как Аман, который все видел разрозненно, как пур, как случай. Все по отдельности. Но только после завершения всего, когда основная цепочка событий совершилась, все вдруг стало ясно. Стало ясно, как каждое событие по отдельности являлось частью гигантского общего замысла, разбросанного на 9 лет. Как случайные события составили причудливые цепочки вот этих причинно-следственных связей. Вот смотрите. Первая цепочка событий. Ахашвирош устраивает пир. Царицу в очки снимает и ставит местную эстер. А она уже приглашает Амана на вечеринку. Первая цепочка. Вторая. Заговор Бектана и Тереша. Мордыха раскрывает их секрет заговора. Эстер рассказывает царю от имени Мордыхая. И царю не спится. Ему зачитывают об этом событии. Третья цепочка случайностей. Ну, запоминайте. Царь возвышает Амана. Чарь должен теперь не преклоняться. Мордыха не окланяется. Это сердит Амана и он готовит ему виселицу. И для этого приходит к царю. Теперь держите хорошо голову. Когда в ту ночь вторая и третья цепочки пересеклись, то как следствие вторая перевернула третью посредством первой. Как заранее запрограммированный механизм. Так божественный план соединил все в единое целое и спас время. Это мы и называем чудом. Божественное проведение. Скрытие. Только для зрячих. Но чудом. Вокруг этого и вертится бесспорь. И вы думаете только тогда? Так и в наше время. Жизнь полна божественного проведения. Надо только раскрыть глаза. Если можно было бы увидеть и собрать многие факты нашей жизни в одну цепочку, то многое-многое случайное вдруг пристало бы как закономерное. К примеру, хотя бы прикиньте, какая цепочка случайных событий должна была произойти, чтобы вы попали на это занятие. Чтобы встретились со своим мужем, женой. Так вы хотите сказать, что нет случайного жизни? В жизни человека нет. Хотя и сильно хочется. А вообще человек сотворенный с возможностью свободы выбора. Можешь считать что угодно. Один человек, он даже так сказал, разумеется, что я верю в случайность. Иначе как объяснить успех людей, которых я не выношу? Случайности мы крутим на свое усмотрение. И утверждать можем что угодно. Недавно я слышал, как Абрашев утверждал, что чисто случайно стал хорошим человеком. Ой-ой-ой. Случайно. Еще в древности один мудрый грех сказал, что причину имеет все. А случайность люди вели, чтобы оправдать свои глупости. А может действительно все произошло случайно? И все объяснения вы делаете после того как? После того как я могу объяснить его. Вы правы. Так оно и есть. За отсутствием пророков и не обращаясь к мудрецам мы вынуждены все понимать только после того как. Постфактум. Конечно же. Я хочу предложить вам умозрительный эксперимент. Просто чтобы мы это поняли. Давайте представим, что нам показали детали двигателя по отдельности. Поршни, цилиндры, гайки. Случайный набор деталей. А теперь давайте предположим, что мы не знаем, что есть вообще в мире понятие двигатель. И мы никогда целого и собранного двигателя в жизни не видели. Можно представить? Отлично. Скажите, кто-то сможет понять, что все эти детали являются частями одного целого? Никогда. И только когда покажет нам двигатель, как мы отреагируем. А-а-а. Оказывается, что все эти детали такие разные, и которые, казалось бы, никакой связи друг с другом не имеют, все они являются частями одного целого. И так во всем. Пока действие не завершилось, мы в полном неведении. Наша жизнь полна событий, и каждая в отдельности непонятна. Кажется, без причины. Случайно. И только дождавшись, только узнав конечный результат, мы можем расшифровать и все странные события, которые привели к нему. Поймем, только когда нам покажет весь двигатель. И только после того, как вы поженились, только после того, постфактум, вы вдруг поймете все, что с вами происходило до этого. Почему надо было так много ждать, и почему с этим ничего не получилось, и почему с тем расстались, и почему вы столько были одиноки, и только когда поженились. И тогда вдруг все станет понятно. В Торе об этом явно написано, говорит Творец Машер-Абейну, пророку Моисею, и увидите мою обратную сторону, тыл. Вераито, это хорай. То есть, только после того, когда действие завершится, сможете понять его суть. А до этого вальпанаи лойру. А лицо мое, то есть, само действие, до его завершения, во время происходящего не увидите и не поймете. Закон мира. Ой, что-то вы заскучали. Задумался просто о своей жизни. Все задумались о своей жизни. Поверяется увидеть двигатель. Ну, сам час. Эй, осторожно. Хочу вас предупредить. Были тут уже, знаете, кто поняли сказанное по своему усмотрению, и наугадцы ставили несколько событий в своей жизни, и тут же вывели конкретное решение. Один так прикинул, решил развестись, говорит, не моя. Осторожно. Расшифровка дана лишь уму неподкупленному, ну, мнению непредвзятому, а мы пока этим в полной мере еще не обладаем. На нам достаточно знать, что все, что происходит с нами, это не случайно. Итак, подведем промежуточный итог. События Пурима учит нас, как смотреть на мир, где не видно, кто им управляет. События Пурима учит нас, что случайность это еще не раскрытая, еще не доказанная закономерность. Это то, что еще недоступно виденью, то, что еще до конца не рассмотрели, не увидели конечную, единую картину. И если мы смотримся в события, описанные в свитке Эстер, чего только там мы не заметим. Есть закономерности, которые прослеживаются от начала и до конца могилы. К примеру, возьмем одно из них, смысл выражен в ясной форме, что царем Давидом, который сказал так, много намерений в сердце человека, но желание Творца, оно существует. Или иногда мы говорим, человек планирует одно, а получается другое. Это известно, как основной мотив в игилат Эстер, он называется нафоху. Не слышали песенки? Нафоху, нафоху, нафоху. Все наоборот. Все наоборот. Если присмотреться, то в принципе все основные события могилы так и построены. Построены по этому принципу. Ахашвирож хотел утвердить окончательное разрушение храма тем, что подавал на пире посуду из храма. Все, нет еврейского храма и больше не будет. А как результат этого пира? Все перевернулось. Погибла вошьки внучка Новохаданецера, который разрушил храм, и вместо нее стал оправить Эстер. Она родила сына Корыша, который стал царем и дал разрешение отстроить храм. Намерение было одно, благодаря ему все перевернулось и получилось противоположное. Другой пример. Все говорили против Мордыхая, что он своим вызывающим поведением навлек беду на весь народ. Но именно это вызывающее поведение спасло весь народ и заново сблизило всех евреев, вернув их к Торе. Считается, что в пуле евреи заново приняли Тор. Или еще примеры, которые очевидны, которые все наверняка заметили. Вначале Хашвирош убил жену Вашти из-за любви к Аману, а потом убил Амана из-за любви к жене Эстер. Или ненавистники хотели убить евреев, а получилось наоборот. В этот же день, когда и назначили евреи, уничтожили своих ненавистников. Или Аман. Аман приготовил виселицу повесить Мордыхая. Помните? А как получилось? Наоборот. На этой же виселице повесили кого? Самого Амана. В тот день, когда Аман собрался принять Мордыхая, помните, что произошло? В тот же день все произошло наоборот. Пришлось водить Мордыхая на царском коне, царской короне на голове. Все это называется на афоху. Но не удержусь еще от нескольких примеров. А ну, сколько усилий приняло Хашвирош, чтобы предстать как сильная личность, как уважаемый всемогущий цар, чтобы с ним считались и уважали. Для этого он решил переехать в Шушан, где случайно уже жил Мордыха и устроил там пир на весь мир и так далее. Но как результат самых благих намерений все получилось. Наоборот. Он убил свою любимую жену, публично выяснилось, что он даже над женой не властвует. Директива слышит, что каждый муж в доме хозяин выставил его как в самом глупом нелепом свете. Стали все хора над ним подсмеиваться, так называя его глупый царь. Все, что хотел, получилось не обороты. Или после этого молодые слуги дали царю пару хороших идейных советов. Я надеюсь вы все помните, что надо найти красавицу, но не меньше чем Вашти. Вашти была одна из четырех самых красивых женщин в мире. Еще из царского рода. Тому же важно, чтобы была нестроптивая. Помните, уже была одна такая, хватит. И так искали какую? Искали красивую, знатную и нестроптивую. Что получилось? Говорят, что это было красиво? Да. Но мадресу утверждают, что была такая, знаете, чуть зеленоватая такая. К тому же, смотрите, принято, что ищет красавец помоложе. А тут самому оптимистическому комментарию ей было за сорок. Получилось наоборот. Принято, что ищет жену знатного рода, а эту спросили из какого народа? Не говорит. А кто родитель? Не знает. Да. Хотел нестроптивую. А Истер, несмотря на царский указ, пряталась четыре года. Потом не хотела идти в подготовительный гарем. Это уже нестроптивность, это бунтарство. А когда пришло время идти к царю на прием, вообще пришлось волочить ее силой. Краситься вообще не хотела. Бакитсур ей полагала смерть по всем статьям. За что? Застроптивость. Все? Наоборот. Можно сказать, что еще дух состоялся вопреки всем правилам и мечтаниям. Ой-ой-ой. Как вы видите, сколько не старайся, а все равно получится, как Творец это запомнил. Как и почему, мы уже не успеваем, это будет тема нашего следующего занятия. А пока мы видим, как странные, случайные события соединились в единую последовательную цепочку. Если покопаться в могиле, то можно увидеть еще много-много чудесного. Чтобы разобраться в хаосе, в беспорядке, чтобы понять запутанное, надо получить ключик расшифровки. И тогда все это запутанное и хаотичное вдруг собирается в колоссальный пазл, калейдоскоп, и в один момент превращается в упорядоченное, осмысленное. Так вот, такие ключи и понимания содержатся в Торе. И они известны не в связи с пониманием свитка Эстера, а вообще как общее правило управления миром творцом. К примеру, известно правило, что не приносит творец болезни человеку, то есть испытания, если заранее не подготовил ему лекарство, спасение. Где это написано? Ну, очень просто, открываем мигелу, находим там место, откуда начинается угроза всему еврейскому народу, со слов, и после этого возвысил царь Амана. Что значит после этого? После чего? После того, как заранее все приготовил. Что? Эстер стала вместо вожти, Мордоха раскрыл заговор против царя. Когда все части плана заранее были приготовлены, наступает переворот во всем, что ожидали. Хочу рассказать вам удивительную историю. Эту историю я прочел в книге Раба Пинкуса. Это история человека, которого он лично сам знает. он живет в Нью-Йорке, у него есть свое дело. Сам он родом из Варшавы, из Польши. И вот рассказывал, как во время Второй мировой войны, когда повсеместно шла очистка от евреев, их жгли, убивали, закапывали. Этот человек, в то время еще подросток, из большой семьи, которая была уничтожена, остался он и его младшая сестра. И они прятались в каком-то подвале. Время от времени он делал вылазки, чтобы принести какую-то еду, и так они там находились, а так они там жили. В один прекрасный день он пошел добыть какую-то еду, возвращается назад, смотрит, а сестры нету. У него сердце оборвалось, он чувствовал полное ответственность за нее, это был единственный близкий человек в мире. Тем более, это была маленькая девочка. Когда он стал выяснять, сказали, что было гестапо, ее увели. И он, потеряв просто рассудок, побежал, прямо было на смерти. Прямо в гестапо, прибежал, стал стучать, бум-бум, отдайте мою сестру, освободите мою сестру. В это время спускался начальник в гестапо, слышит какие-то крики, кто тут, что тут происходит, стражник ему докладывает, говорит, да, тут вот, жит один, хочет, чтобы мы сестру освободили. На что этот офицер так издевательски, говорит, ты увидишь свою сестру, когда у тебя вот тут, и он ему показал, на ладони волосы вырастут. Ха-ха-ха. И пошел. И тут этот парнишка подскакивает к нему и показывает ему прямо в лицо ладонь, а у него ладонь полная волос. На! Этот офицер перепугался. А-а-а, сатан! Стал кричать, освободите его сестру, освободите его сестру, прочь отсюда. Невероятная история. Невероятная история спасения и его, и его сестры. А ну, скажите, что тут произошло? Я надеюсь, вы догадываетесь. Когда этот подросток, он был маленький мальчик, то он ошпарился. У него был ожог. Очень-очень сильный на ладони. До такой степени, что не было никакой другой возможности, кроме пересадить ему кожу. Ему пересадили из того места, где растут волосы. Кожа привилась. И со временем на ладони у него выросли волосы. Это было довольно-таки неприятно, но это объяснение всей истории. Теперь я хочу спросить вас. Скажите ему. А в тот момент, когда это случилось, ему не было больно? Когда ему делали операцию, ему не было больно? У него не приходили в голову мысли, зачем и почему? Родители не мучились вопросом, почему на этого ребенка такое горе, зачем нам такое, что мы такого плохого сделали? И только через много лет выяснилось, что вот это зло, которое было явное, непонятное, необъяснимое, а главное случайное, оно привело к его спасению и спасению его сестры. Что мы видим? Что спасение заранее было приготовлено. Как часто мы удивляемся превратности в нашей жизни. Но если бы только могли бы оглянуться назад, то увидели бы вы, как многие события жизни в прошлом, которые были непонятны и больны, оказались причиной успеха или еще более непонятного оборота событий. Или вот еще одно правило. Обратите внимание, как был свержен Аман? Без борьбы, без покушения и революции. Как? Он сверг сам себя. То есть, все, от чего Аман пострадал, он причинил сам себе. В скобках замечу, что это правило в основном у нас и срабатывает. С нами, как правило, грандиозных случайностей таких не происходит. И все, что мы едим, это то, что мы сами наварили. Ну, лучше об этом не говорить. Вернемся к Аману. Так вот, все, от чего он пострадал, он сам себе и причинил. Все стадии падения были им самим и сконструированы. Сам дал совет убить вожди. И это была причина становления стер. Настоял на том, чтобы у царя были полномочия самому судить. Ну, благодаря этому Хашварош мог его казнить без суда. дал совет, что делать с тем, кого царь хочет воздать почесть. Ну, пришлось самому это выполнять. Приготовил виселицу, ну, на ней же был и повешен. Заодно сам Аман был выбран, чтобы нажать на кнопку, которая запустит и перевернет все планы уничтожения еврейского народа. А апогей произошел в тот момент, когда Хашварош спросил Амана, а что делать с человеком, который хочет царя отблагодарить? И тут Аман ошибается. Прикинулся, что царь имеет в виду его. Ну, ну. И с этого момента все и закрутилось. Все, что сделал Аман, все перевернулось против него. И кто породил все его действия в эту сторону, перевернулись в противоположную. И вот так расставить фигуры от начала и до конца и доиграть ее до конца могут только на небесах. Итак, в свитхе Стер мы не видим явных божественных чудес, но при этом все естественные события в нем настолько чудесно подстраиваются одно к другому. Спасение евреев происходит в результате стольких маловерятных совпадений, что за всем этим мы ощущаем направляющую волю божественного проведения. Такая ситуация называется у нас скрытым чудом. История Пурима это классический пример такого чуда. Пурим раскрывает, что ничего случайного с человеком в его жизни не происходит. Пурим это день осознания, что все, что с нами происходит, имеет один корень, единый план. И именно сметенному этому поколению в Астере Мордыха предстояло раскрыть, что все события, вся человеческая история это созданная Богом декорация, скрывающая его только от тех, кто хочет быть следом. И их величие в том, что они раскрыли его волю не только своему поколению, но и рассеяли тьму его скрытия до наших дней. Поэтому столь ценим Пурим. Теперь нас не страшит, что мы не видим явных чудес. Они вокруг нас. Надо только открыть глаза. А открыв глаза, тут же падает и маска с этого мира. И за ней везде и повсюду, и даже в простой повседневной жизни мы отсюда и дальше можем увидеть, как проявляется воля Творца. Ну, Пурим Самех это тема очень обширная, мы только ее начали. В Зараташем гораздо глубже продолжим ее в следующий раз, всего доброго, Пурим Самех.